Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Начало третьего в Москве. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Здравствуйте в эфирной студии Роман Шахов. Добро пожаловать в программу Лучшее в стране. Сегодня у нас в гостях Александр Красовицкий. И вы, конечно, знаете его и любите его многие годы. Это вокалист и лидер команды Animal Jazz. Саша, привет. Привет, всем привет. Как настроение? Питерское, московское? Какое, Саша? Среднее, где-то в Вологовом примерно. Посредине. Мы знаем, что 9-го числа случится большое музыкальное событие для команды. Если можно, Александр, как лидер, да, несколько слов. 9-го августа у нас с первой нашей истории, 18-летней, сольный концерт Open Air. То есть сольных было много концертов в Москве на разных площадках. Но в формате Open Air в первый раз это будет на дизайн-заводе Flacon. 9-го августа в такое неурочное, казалось бы, время. Но вот решили порадовать себя и московский народ. А новое и лучшее? Что сыграет? Новое, лучшее, лучшее, новое. Но в основном это будет основано на программе из альбома «Шаг в док» 2007 года. Закроем окончательно эту тему. Теперь по красоте уже, на открытом воздухе. Саш, ну а вообще вот на открытых площадках чисто самому как играется? Есть отличия или нет? Отличия, ну, отличия, прежде всего, физические. То есть дышится совершенно иначе, чем в кондиционерном помещении. Но бывает так, что привык к определенному уже его воздуху. А тут все, влажность другая. Для вокалиста это очень важно. Но вы же выступали, вот не так давно была открытая площадка на чемпионате мира. Да мы все время выступаем. Ну, я имею в виду, что отличия есть. Отличия есть. Мне нравится, потому что звук по-другому распространяется. Более правильный, я считаю, на открытых площадках. Так что, в общем, хорошо. Что вообще на лето у Animal Jazz? Какие замыслы, записи, выступления, съемки клипов, пока такая погода? Ну, вот у нас в основном фестивальная история сейчас. Вот сейчас подряд два крупнейших доброфеста нашествия. Потом в Украину поедем, потом в Питере фест, потом еще фест, где-то еще фест. В общем, фестивальные дела. Будете фестивалить? Фестивальные дела, да. В августе. Это хорошо. И хотелось бы понять, что с таким проектом, как Zero People, который уже, получается, 7 лет ему, да? Да. И там же вот тоже грядет кое-что интересное. Вот как раз в Zero People, да, там запись грядет. То есть альбом четвертый, номерной альбом Zero People. Мы его записали за полтора часа. Так, причем записали не здесь, а где-то в Париже. Записали, нет, написал я его отчасти в Париже. Мне пришлось уехать, потому что я не находил здесь текстов. То есть где-то половину текстов я написал в Париже. А вот записали мы его, приехав уже в Питер, я вернулся, и мы его сели, мы решили, что мы порепетируем, а в итоге мы его записали вместо репетиции. В Питере все-таки, да? Да, и так записали круто, что не делали даже никаких перезаписей, дозаписей других дублей. Все с одного дубля фактически вот так. А вообще часто ли приходится перепевать, ну, например, при записи какого-то трека? Когда Animal Jazz записываешь, это невозможно не перепевать, потому что там совершенно другая подача. Вот. Там ты стоишь один, у тебя уже все музыканты записались, и ты слушаешь их в ушах, в наушниках. Вот. И, соответственно, подача неконцертная. То есть это все-таки хочется немножко почетче, поправильнее. Перфекционисты дачи. Да. Тут вот перфекционизм начинает работать, хотя он не сумасшедший у меня, не безумный. Но он присутствует. И в любом случае с годами я начинаю и там тоже меньше этим страдать. То есть с годами, видимо, вырабатывается какой-то опыт, может, уже записи. Как-то сам себе больше нравишься с первого, со второго дубля. А дальше начинаются уже чуть-чуть там доработки, где-то строчку допеть. Друзья, если вам нравится Александр Красавицкий, напишите. Вконтакте страны FM есть публикация «Вопрос для артиста». До конца часа он, конечно, ответит. Мы скоро вернемся. Друзья, Александр Красавицкий, лидер команды Animal Jazz, по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна FM». Мы уже говорили о том, что идет работа не только у Animal Jazz, но и у Zero People. И у Zero People готов новый альбом, который выйдет. Александр, когда? Альбом выйдет в последних числах августа. И сразу поедем в тур в поддержку. Это четвертый по счету альбом нашего с клавишником Animal Jazz сольного проекта. Да, с еще одним Александром, насколько я понимаю. Да. Значит, Александром Заранкиным. И там же будет, по-моему, презентация сразу в Москве и Питере. Или я что-то буду? В Москве и Питере она будет в конце сентября. 30-го сентября в Москве, в Yota Space. И 29-го в Питере, в Космонавте. Вот сыграем бы на больших площадках для Zero People. Это, конечно, такое. Ну а что? Саша, вообще что такое Zero People? Для тех, кто, например, знает Animal Jazz, любит, но еще не знает Zero People. Zero People — это клавиша плюс вокал, звучание фортепиано плюс вокал. При этом мы играем все-таки рок-музыку. То есть это агрессивная песня. Минималистический рок такой. Да, агрессивные песни с текстами психоаналитического характера. То есть я разбираю по полочкам свою душу, свои недостатки, свои достоинства. Но в основном недостатки, поэтому там очень много злого, очень много депрессии. То есть это такая черная сторона Animal Jazz. Animal Jazz розовая, романтичная, а Zero People — это такая черная романтика. Ну как это, черное и белое в жизни все сочетается. Кто пишет тексты? Я. По-прежнему, да? И большую часть музыки тоже я пишу. С музыкой все понятно, но, насколько я понимаю, Александр, вам писать музыку проще, чем тексты. И над текстами приходится больше работать. Ну вот мне для того, чтобы дописать этот альбом, Zero People, мне пришлось просто какие-то выискивать географические варианты. Почему? Неужели в Париже так пишется по-другому? У меня это особый город. Он второй после Питера для меня на земле. По плане любимости, степени любви к нему. Почему? Они же, ну, мягко говоря, отличаются. Ну, вот что-то меня зацепило очень давно, 20 лет назад, когда я там первый раз был, потом я много раз возвращался. И это, в общем-то, место, где я могу жить, кроме Питера второй и последнее на сегодняшний день из тех, что я был. Просто, как бы ты, когда ты оказываешься за границей, особенно в городе типа Париж, в такой интернациональном таком, в такой клоаке, где варятся все национальности мира и люди различных там культур, фрики и прочее, прочее, ты как будто бы немножко отрываешься от корней, от земли, повисаешь так в воздухе. В этом состоянии мне лично сами строчки как-то в голову начинают лезть. То есть это была крайняя мера. Обычно я пишу все-таки в Питере или где-то в поездках по нашей стране. А тут я понимаю, что шесть песен, половина альбома подвисла, а запись через две недели, а мне нечего петь. Вот я поехал за вдохновением. И не ошибся. Лиссабон, Португалия, что-то вот помогают писать или только для отдыха? Как с этим? Ну, там, скорее, просто в удовольствие от того, что ты видишь, эстетически получаемое всеми твоими фибрами. Чувствительной души. Красота необычайная, природа плюс люди расслабленные, душевные. Не такие, как парижане зажатые и очень такие холодные, скажем так. Не такие, как петербуржцы. А какие петербуржцы? Ну, петербуржцы тоже, как в любом пяти миллионном городе, разные. Но если говорить о темпе жизни, медленно, ну, в сравнении с другими столичными, да, или около столичными городами, болотистое, значит, кашляющее, вдумчиво, очень. Иногда чрезмерно, потому что иногда хочется полегче, чтобы все было, и воспринимали тебя полегче, но нет, начинает копать. А что он имел в виду, там, и так далее. Ну, в общем, Питер — это такой правильный напряг. Вот. Правильный, потому что... Хорошая душевная нагрузка. Даёт время, чтобы напрячься, но даёт время, и чтобы расслабиться. Друзья, мы сейчас сделаем маленькую паузу, расслабимся, а потом опять напряжёмся. Не переключайтесь. Дамы и господа, Александр Красавицкий, команда Animal Jazz по-прежнему на теле-радиоканале Страна FM. Только что три полоски легендарные в эфире. Мы посмотрели клипы, вспоминали. Александр говорит, что не так часто смотрит клипы. Ну, вот эти все я клипы смотрю в первый раз. Лет за пять. Да. Семь. Очень давно не наблюдал. Хорошо. Когда мы новые посмотрим, Саша, совместно? Готовим, готовим, готовим. Ну, у нас альбом вот в апреле вышел Animal Jazz. Соответственно, в производстве есть клип. И у Zarao People альбом готовится, есть в производстве клип на самую лучшую из него песню, я считаю. То есть практически у нас будет два клипа, да? От Александра Красавицкого и... Осенью. Да. Кто снимает? Снимает Терштайн, такой Женя есть. Очень крутой чувак сделал нам клип на песню «Счастье» Animal Jazz. Очень хороший клип. Там дофига просмотров у него в Ютубе, где-то там. Вот. Так что вот, молодой наш нами взрочный талант. Начинал с того, что снимал наши же концерты. И вот теперь дороже того, что может клип снять. Доверили. Да. Как говорит Александр, друзья, клип – лицо группы, поэтому, если вы начинающий музыкант, не стесняйтесь, снимайте видео. Это вам пойдет на пользу. Вот только что читал интервью нашего гениального нынче продюсера Йонова, у которого все вот гречка там вот эти все. Вот он тоже сказал, что, ребята, видео нельзя недооценивать, несмотря на отсутствие доступа на телеканалы. А как вы вот, Александр, к гречке, к монеточке относитесь? Ну-ка, расскажите свое мнение, да. Ну, слушать я не буду за поем, да, но что одна, что другая, такие цельные очень точки зрения подачи персонажей, музыкально-художественные. Особенно монеточка, пожалуй, такая более… Все-таки гречка – это совсем андеграунд. Я никогда не имел склонности. Говорит человек из андеграундной группы. Ну, я не имел дикой склонности к такому андеграунду отрицания, там, где наркотики, там, и так далее, и так далее. А монеточка – это такое, да, больше… Более перспективное с точки зрения потребления. Вот она, да, но это все равно не мое, конечно, но уважение имеется. Саш, а что ваше из современных, ну, например, вот начинающих сейчас музыкантов? Ой, да, ребята, да пошлое Молли, например. Вот это вот мне ближе. Это рок-музыка совершенно дико крутая. Понравилась, да? Например, из новых, из молодых. Хорошо, я и думаю, будет приятно сейчас. Так, значит, мы с Александром поговорили о том, что он пишет музыку и о том, что он пишет тексты, которые ему даются не всегда легко. Но, тем не менее, дамы и господа, есть информация, что Александр сделал художественный перевод одной из песен Боба Дилана, который вошел в новое издание лучших песен музыкантов. Как это произошло? Что, кстати, как раз далось мне чрезвычайно легко. Как это было и вообще откуда возникла эта идея, да? А мне предложили, на меня вышли авторы этой книги, точнее, авторы-составители, да, вот, и предложили перевести и кинули на выбор несколько песен. И я выбрал эту, потому что... Какую, Саша, назвать? Что это за песня? То есть, как бы, я не профессиональный, естественно, там, знаток английского языка, я говорю на нем на кухонном уровне, то есть общаюсь, это нормально. Но переводить текст, тем более Дилана, когда мне только предложили сам момент, я, конечно, сперва для себя внутренне сказал нет. Человек, который Нобелевскую премию, да, получал. Но когда мне прислали на выбор песни, я посмотрел конкретно эту, у Дилана очень много сложных двух-трехэтажных подтекстов, очень много нужно понимать сленговских вещей, хорошо знать английский язык. А вот эта конкретная песня оказалась очень простой романтической композицией, которую я, на самом деле, знал, до этого слышал, и вдумавшись в текст, я понял, что я его переведу просто легко. Я это сделал за 15 минут. За что, Александр, вам большое спасибо. Ее где-то можно послушать, посмотреть? В сборнике она вышла в книжке, вот, я не помню, какое издательство, я, честно говоря, вообще не интересовался. Это не за деньги, это просто за интерес. Все, и где-то она в интернете тоже продается. Если люди наберут 100 песен Боба Дилана на русском языке, вот так вот наберут, то выпадет там, не только я переводил, там многие рок-музыканты отметились. Я вот помню Вася Васин из «Кирпичей», например. Вот, и в общем, судя по тому, что до меня долетают отзывы, получилось вообще интересно. Нам интересно, Александр... Так, сейчас сделаем маленькую паузу, после которой я задам вам вопрос. Друзья, если у вас есть вопросы к Александру, оставляйте их в контакте страны FM. И что касается Zero People и по поводу команды Animal Jazz, до конца часа мы будем на ваши вопросы отвечать. Александр Михайлович, я думаю, тоже скажет что-нибудь по поводу того, что еще нас ждет в команде Animal Jazz. Но сейчас маленькая пауза, вернемся скоро. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Дамы и господа, Александр Красавистский, лидер команды Animal Jazz, у вас по-прежнему в гостях у «Страны-ФМ». И вот что пишет Ирина. Добрый день, Александр. Песни, которые войдут в новый альбом Zero People, передают ваше состояние, когда вы были не в отношениях, или отражают то время, когда вы уже влюбились. Ну, учитывая, что я все тексты практически написал за последний месяц, два, вернее, значит, да, это уже новые отношения. Это уже влюбленность. Александр, что является для вас лучшим в нашей стране? Такой вопрос тоже от Ирины. Ну, традиционно, я думаю, ответ ни для кого не секрет. Люди, это раз. А во-вторых, природа. Вот чем богата, собственно, наша страна. Александр, с появлением кота в вашей жизни, она как-то изменилась, возможно, уже и песня в мыслях живет. Ну, не так сильно, как я боялся и ожидал. Просто кот оказался с идеальным характером. Такой партнер большой. Абиссинский голубой кот, размером 30 с небольшим сантиметров. Вилсон, как его зовут правильно? Его зовут Винсент. Винсент, вот, Винсент. Ну, это его так зовут, он об этом не знает, он не отзывается. Саш, ну, он же вроде как собака, да? Он привязывается к этой породе. Да. Это у них в породе есть такое свойство, да, выбирать себе хозяина конкретного одного. Вот он, походу, выбрал меня, но это пока не точно, ему 5 месяцев. Он ведет образ жизни, очень четко привязанный к образу жизни хозяев. Вот ты спишь, а он спит. Ты бодруствуешь, а он бегает вокруг. И все время он должен участвовать там, где ты. Если ты с компьютером сидишь, он у тебя вот здесь между рук, между тобой и монитором сидит, тоже смотрит. Такой, я говорю, партнер. Ну, можно ли его, например, с собой брать, он не убежит, он будет действительно идти рядом по улице? Его надо выгуливать как-то? Не рискну пока. Слишком живой нрав, любопытство огромное у него будет. На всяких птичек отвлекаться. Если только тащить его в переноске, ну, это зверство. Так что нет, пусть сидит дома, там тоже много интересного. За каждым закоулочком у него каждый день открытие. Пыль новая, вот. Вопрос такой, будет ли Винсент появляться по-прежнему в Инстаграме своего руководителя? Я бы посмотрел, наверное, на человека, у которого есть код, и который его не постит. Это невозможно совершенно. Ну, значит, все, значит, друзья, будем. Так, Лена пишет. Добрый день, Александр. Расскажите, пожалуйста, о последних музыкальных открытиях. Что слушаете в последний, к примеру, месяц? На концертах каких исполнителей бываете? Я, честно говоря, за последнее время настолько был занят с первого альбома Minimal Jazz, первую половину года, а вторую половину года альбомом Zero People, что я ничего нового, друзья мои, вам сказать, увы, не могу. Потому что все, что я слушаю, это вот прошлогодние, там, пошлые моли, например. Те же монеточки с гречкой, чтобы понимать, о чем речь. Вот, те же Splin' новый альбом, ну и так далее, и так далее. Это все, это все, или BG, там, например, новый альбом. Но это все не, уже не, не хайп. Хорошо. Что-нибудь по телевизору смотрите, вообще телевизором пользуетесь, или он уже ушел из вашей жизни? Ушел. Стоит огромная плазма, включается только, когда коту нужно побегать и поиграть за ней, там, за персонажами на экране без звука. По поводу уникального голоса, Саш, поговорим чуть позже. Хотя, ответьте, время еще есть. Значит, фониаторы говорят, что вам можно в опере петь до 70. Ну, говорил, да, такой опытный, причем фониатор. Говорил, что у вас состояние связок такое, что можете до 75. Если правильно, если бы вы были правильно подготовлены, сказал он мне. Слушайте, но вы, я так понимаю, с 7 лет готовитесь? Нет, я как раз просто пел. Все, чем я занимаюсь, 40, уже 6 лет своей жизни, это эксплуатация того, что мне дано природой. Вот, и особо не подготовил себя. Так что, ну, пока вот все работает. Пусть работает и дальше. Друзья, мы тоже скоро поработаем, а сейчас небольшая пауза. Жизнь, утверждающий Animal Jazz и его лидер Александр Красавицкий. В гостях у телерадиоканала Страна ФМ мы продолжаем общаться и продолжают приходить вопросы. Как относитесь к творчеству Александра Цыпкина? Было бы здорово увидеть вас в проекте «Беспринципное чтение». Да, мы с Сашей знакомы, он прекрасен и как человек, и как писатель. И та история, как он вообще этим занялся, она очень поучительна. Ознакомьтесь, люди, как-нибудь с тем, как он пришел к тому, чтобы писать. Это очень круто. И многим дало бы хороший пинок, в хорошем смысле, по жизни. Ольга Кравченко пишет. Animal Jazz ждут в сентябре в Белоруссии. А когда нам ожидать Zero People в Минске? Планируем, у нас альбом вот сейчас выйдет, и планируем Минск, для нас один из любимых городов. Так что ждите, ребята. Ну, я так понимаю, что необходимо, чтобы предложение поступило какое-то, и тогда уже все рассмотрите. Также хотелось бы спросить по поводу тех песен, которые нравятся Саше вашей дочери. Есть они такие? Появились ли? Может быть, у Zero People? Нет, мою музыку она не любит. Для нее это слишком страдательно. Ну, здесь и сейчас. Она очень сострадательный человек. Она не хочет перебарщивать с этим, если еще и музыку такую слушать. Значит, она химик, она преподаватель, да? Да, она химик, преподаватель в химико-форнацистической академии в Санкт-Петербурге. Ну, к творчеству, то есть, вот никак, да? Нет, да и слава богу, я даже этому и рад. Потому что человек совершенно на меня смотрит незамутненным взглядом, таким, какой должен быть у дочери, мне кажется. Хорошо. Ну, ей большой привет, если она смотрит, слушает страну FM. Она в Петербурге, да? Да. Как? У вас, кроме Питера, какие еще города, которые вам дают ощущение комфорта? Ну, Питер, Париж, мы уже поняли. Ну, Португалия, Лиссабон, Порту, да. В Европе еще, пожалуй, Неаполь. А в России, Москва и Нижний Новгород. Вот еще два города, которые приходят на ум сразу, когда об этом спрашивают. Если покопаться, еще что-нибудь найду. Ну, южные города. Краснодар прекрасен в плане своего центра. И атмосфера, которую там создают. На каждые выходные делают пешеходную улицу красную, центральную. И это так круто. Там музыканты уличные вываливают. Потрясающе. Ребята краснодарцы молодцы. Слушайте, а как вы любите отдыхать вообще? Вот музыканты, анимал джазы, Александровы лично? Путешествуя, я отдыхаю. Это факт. Смена обстановки для меня это отдых. Но это отдых пассивный, активный. Активный. Как вы гоняете на квадроцикл. Не-не-не, активный, но только не в плане экстремальных видов различных, а в плане прогулок. То есть я наматываю по 25-30 километров в день, пешком, познавая таким образом местность, в которой я оказался. Вот это мой вариант отдыха. Голова совершенно прекрасно разгружается благодаря этому. А мышцы правильным образом нагружаются. Берем на вооружение. Скоро вернемся, друзья. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Разводит время пауклом Минута паузы в бой И ощущение будто нам Уже не встретится с тобой Но что-то крепче нас Держит связь И не дает упасть Последний шанс Но я пришел в этот мир Любяй мир Отдал мне себя Смеясь обман Я сделал лишь шаг Вовне А там Один только дождь И снег Пути трамваев Как рубцы На спинах наших городов Мы обрываем все концы А после заживаем вновь Стены вокруг сердец Серым кирпичом И верим, что мы здесь Ни при чем Но мы пришли в этот мир Любяй мы Уйдем в никуда Когда поймем Разорвана связь И в грязь лицом Да так, что уже Не встать Как-то надо жить Я пытаюсь, парюсь, страшусь, старюсь Но как любить Научить не сумели Учитель А те еще будут убить До сих пор Пока город не выиграл Смор со мной Может быть Мне подкинуть приманку На вечной стоянке На вечной стоянке На вечной стоянке Мне Друзья, Александр Красавицкий Команда Animal Jazz Сегодня в гостях У телерадиоканала Страна АФМ Мы читаем ваши вопросы Не забываем, что вы пишете Мне кажется, что я видела кадры Со съемок клипа Сердце в огне Когда ожидать его выход? Нет Нет, это кажется Не было такого Это кажется, да? Саш, какую кухню предпочитаете? Необычное блюдо, которое удалось попробовать Девушка все хочет знать про Александра Итальянское и японское Необычное блюдо Как-то мне довелось попробовать Корейскую гусеницу Которая На теплом То есть на маленьком огне Подогревалась И из размера гусенички Заполнила собой весь Глиный горшочек Скажем так Это было очень необычно Я, правда, не знал, что это гусеница Иначе не стал бы есть На вкус На вкус это было, как такая Куриный фарш Ничего себе В общем, это экономно Взял маленькую гусеницу И питок в поход Это было ужасно Потом, когда я узнал Не рекомендуйте? Нет Хорошо Ваши любимые книги или автор Пишет Наташа Клименко? Довлатов Довлатов И Селенджер Над пропастью ворожи Довлатова с чего начать читать? Александр Я, мой любимый заповедник Но с него начинать лучше не надо Лучше начинать с чемодана И с иностранки Наши, может быть Или с наших, да В 14-м году сыграл роль Школьного учителя Есть такая информация В полнометражном фильме Школьный стрелок Ну, это удивительная история Фильм не вышел и не выйдет Потому что они его не доделали А меня каждый раз при этом спрашивают Ну, конечно Так что нечем даже толком говорить Полторы минуты Должна была быть моя роль Меня там очень быстро убивают Вот И все Другие предложения От каких-то, может быть, еще режиссеров Поступали питерских И когда, может быть, что-то мы увидим Я есть даже в базе Актерского ульяна фильма Как я выяснил недавно Не знал этого У меня были пробы Несколько раз В том числе на главную роль И не на одну Вот И ни разу я их не прошел пока Но обычная актерская жизнь 10% только Проб оказываются удачными Саш, ну как вообще Будучи интровертом Удается очень комфортно Существовать на сцене И в шоу-бизнесе Не комфортно ни разу Да Но все-таки на сцене Непосредственно Гораздо более комфортно Чем около сцены Чем во время интервью Вот Не сочтите, друзья мои За, так сказать, наглость Или, скажем, в общении Вне концерта Там автограф-сессии Вот эти вот Это все для меня совершенно напряг Да Вот На сцене напряг в меньшей степени Но он присутствует Это тот самый момент Когда ты Как говорится Боишься, но делаешь Потому что тебя Ну и к этому явно призвали Действительно призвали Говорят те, которые Хотя бы раз слышали Александр, ваш голос Ну, дай бог Большое спасибо Продолжайте В разных проектах Спасибо Чтобы и Animal Jazz И Zero People развивались И есть еще Один маленький проект Который пока не очень развивается Об этом мы пока не говорим Вот Ну, чтобы все было хорошо Хорошо, спасибо Удачных концертов Ну и до новых встреч В эфире Страны ФМ Друзья Спасибо Всего самого доброго Спасибо за вопросы Александр Красавицкий Был в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Слушайте хорошую музыку Смотрите замечательные клипы Все Пока Счастливо Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok